на спортивных яхтах. Ключево составляющих в парусном спорте является судно, предназначенное для спортивных и туристических целей. Соревнования по парусному спорту называются словом «бригадная». Бригадные соревнования стоящие в серии гонок для судов разных классов и происходят от венецианского понятия «бригада», означающий «строй лодок перед началом гона». Несмотря на большие затраты, ежегодно на старт различных бригад выходит ценность спортсменов, профессионалов и любителей паруса со всего мира. В парусном спорте, даже как и ранее в парусном спорте, был найден способ сочетания торговцев и престижа идеи. Из истории зарождения ребят можно сказать, что они вошли в историю парусного рекламы с полным чайных клиперов между портами Китая и Англии. Английские чай-торговцы были крайне заинтересованы быстрейшим наступлением китайского чайного урожая в бригаду. Поэтому капитанам судов, которые первым приходили с грузом чая в Англии, прочиталось немало денежное премие. Был даже установлен присоединенный стерлинг, высотой для тонны новых чая, первому кораблю, который доставил его в банку. Со временем банки чайных клипторов вошли в обычай и стали предъявлены многочисленных парей. Что же касается современного парусного спорта, то сначала присмотреть структуру парусного спорта. Высшим органом в олимпийском парусном спорте и современного олимпийского движения в целом является Международный олимпийский комитет. Главная цель которого способствует построению лучшего мира посредством воспитания молодежи, средствами спорта, дискотерской олимпийской нации и субъединением принципов олимпизма. Подключают сюда самообнимание, дружба во сверхскохозяйственности и честные игры. Во главе мировой структуры парусного спорта стоит Международная федерация парусного спорта. Целью которой является непосредственная патеризация парусного спорта в мире, независимо от классов яхт, религии, пола и психического устройства. Стратегический план Международной федерации 2012 года предполагает развитие парусного вида спорта как привлекательного и укрепление его позиций на олимпийских игр. Поэтому, чтобы парусный спорт, попавший на алимпийских игр, сейчас в Международной федерации занимается непосредственной патеризации и для данного вида спорта. В России представителем Международной федерации является Всероссийская федерация парусного спорта. Главная задача для которых она стоит разлить действия нашего спорта, влечение количества соревнований, создания имиджа парусного спорта и много других очень важных задач. И таким образом Российская федерация затрагивает всю деятельность парусного спорта в России. Но изучая официальные источники о деятельности федерации, стало сомнение, что все усилия направления работы федерации способны к публиверизации парусного спорта. Однако нынешняя ситуация показывает совершенно важную. Какие же проблемы развития парусного спорта существуют в России? Прежде всего это достаточно нежнотепно для основания... Таша, я немножко перебью, но давай все-таки ближе к тему про пиар-коммуникацию, потому что время ограничено и вступительной речи необходимо все-таки представить фарусный спорт как объект пиар-пиар-пиодвижения. Для чего это делается, зачем это делается, как это делается и насколько эффективно это делается. Историю парусного спорта в принципе рассказывать не надо. Основными задачами пиар-коммуникации является привлечение инвесторов и нормального интереса к парусному спорту, создание поблизости спортсменов и тренеров, продвижение снижения для занятий парусного виду спорта, тренирование культуры парусного спорта, реализация национальных и международных классов, привлечение болельщиков и зрителей, а также информационной поддержки соревнований. На федеральном и международном уровне популяризация парусного спорта может заниматься Всероссийская Федерация Парусного Спорта, в которой, на мой взгляд, должен входить пиар-департамент, так что может работать пиар-специалист в штате. На сегодняшний момент в Федерации Парусного Спорта работает всего лишь один человек по связям с общественностью, задача которого под организацией выставок, семинаров, вовлечений, работы с центральными и специализированными СМИ и с различными государственными структурами. На локальном и региональном уровне популяризация парусного спорта будет заниматься парусной школой и яхт-богром. Пиар-спровождение может отличаться и также штамм-богром. Пиар-саб-трудник или привлеченное объявство. Задачей будет стоять привлечение детей к занятиям парусного спорта и формирование культуры парусного спорта. Целевой историей будут являться как родители, которым надо доказать, что парусный спорт нужен перед детям, также и дети, которые могут прозвать и привлечь к парусному спорту своих друзей, и тренеры, которые непосредственно создают эту атмосферу, будут тренировочный процесс, сообщают, что это хм, так и царь из них. Действия с компанией, производящих снаряжение, те, что для парусного спорта, с одной стороны, сходство от продвижения товара получено прибыльным, с другой стороны, если парусный спорт не будет популярным, то и не будет спрос на эту одежду. Также немаловажно является персональный пиар, который, к сожалению, у нас в России отсутствует. Таких известных спортсменов, как Екатерина Спутина, которая недавно занимала первое место в мировом рейтинге, а также команда Synergy, 10 самых престижных соревнований в мире, о них, к сожалению, у нас не знает никто. А за рубежом, напротив, имидж создает стихийный вытек, берут интервью как молодец, так и чемпионов на берегу. Очень активно публикуют различные статьи на сайте и активных журналах, берут интервью, печатают фотографии, видео. Это связано как с популяризацией парусного спорта за рубежом, так и с большим числом болельщиков и любителей, и личной социализованностью спортсменов. Проходите к выводу. Буду так стоит отметить, что Перед Россией паст в продвижении парусного спорта. Перед парусом на российском спорте состоят сейчас очень крупные проблемы, которые нельзя решить в короткие сроки. Но технологиями, следствием методами пиара, возможно частично изменить эту ситуацию и приблизить Россию к международному уровню и тем странам, где парусный спорт стоит довольно низким кульверизацией септами спорта. Парусный спорт будет способствовать конкуренции, также создание дюйвлений болельщиков основного спорта, что непосредственно скажется на результатах, и, возможно, в будущем наши спортсмены смотрят, наконец-то призываются и убегают на олимпиаде, которых не было, значит, что было. Спасибо. 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 . Спасибо.